На нашей планете обитает огромное множество различных животных. В дикой природе все звери представляют опасность, но они обычно не нападают первыми, конечно, если их не спровоцировать. Но есть такие животные, которые отличаются крайней агрессивностью и могут нападать без видимых на то причин. И сегодня мы поговорим о самых агрессивных и злых животных планеты. Ну что ж, погнали! Одно из опаснейших и агрессивных животных, охраняющих свою территорию, травоядный обитатель рек Бегемот. Своим милым внешним видом эти животные создают обманчивые впечатления. Глядя на них, никогда не подумаешь, что эти тучные гиганты могут двигаться молниеносно, несмотря на свою массу. Характер у них непредсказуемый. Под водой Бегемот может задерживать дыхание до получаса, закрывая ноздри. Самец агрессивно защищает свой участок реки и своих самок, и встать между Бегемотом и его гаремом – затея не очень хорошая. Их пасть такая мощная, что они могут раскусить крокодила пополам. Бегемоты выходят на кормежку ночью и могут затоптать любого, кто становится между ними и безопасной водой. Известны случаи, когда самцы защищали свою территорию до смерти. У самцов 30-сантиметровые клыки, которыми они пользуются в битвах. Большую угрозу представляют самки, яростно защищающие детенышей, как только чувствуют опасность. Росомаха Похожий на миниатюрного медведя, росомаха на самом деле является самым крупным представителем семейства куньих. Этот коренастый зверь с железными челюстями славится своей почти демонической свирепостью, которая является весьма непропорциональной размеру животного. В то время как некоторые виды животных отличаются открытой агрессией, росомаха выражает свою агрессию через абсолютное отсутствие страха во время охоты. Весящая от 15 до 30 килограммов, это животное может убить оленя, горного козла и даже лося. Нападения на людей являются губительными и могут привести к смертельному исходу. Но к счастью, этот убийца-отшельник редко встречает человека в своей естественной среде обитания. Росомахи охотятся на диких кошек и даже могут бросить вызов медведю, защищая свою территорию. Кабан Дикие кабаны представляют собой сильную, а порой и очень опасную версию домашней свиньи. Кабаны обитают в лесах и сельскохозяйственных угодиях по всей Европе и Западной Азии. Кабаны – это настоящие охотники, которые могут завалить даже оленя. Эти животные часто заставляют людей пускаться в бегство из-за их чрезвычайно плохого настроения и тенденции атаковать свирепым шквалом острых клыков. Нападения диких кабанов иногда могут стать фатальными из-за силы и массы разъярённых животных, которые могут ответить силой на любое нарушение границ их владений. Буйвол Крупные животные, которые обладают чрезвычайно агрессивным поведением. Они могут бежать со скоростью 57 км в час, питаются травой и нуждаются в большом количестве воды. Одно из самых свирепых животных в мире известно своей техникой атаки и защиты. Их мощные рога сильны и смертоносны. Если говорить о внешнем виде, то тело буйвола покрыто густыми волосками чёрного или коричневого цвета. У них большие головы с широкой грудью и крепкими ногами. Этот вид в основном питается травой, но когда травяных источников мало, он ест кустарники и деревья. Средняя продолжительность жизни буйвола в дикой природе составляет 20 лет. И это одно из тех животных, которые не переносят чужаков на своей территории. Число людей, убитых буйволом, не меньше, чем погибших от нападения слонов и носорогов. Крокодил Крокодилы агрессивны и хитры и угрожают всем, кому не повезло оказаться рядом с ними. Они очень сильны и могут за считанные минуты утащить под воду даже буйвола. Крокодилы достигают более 7 метров в длину и весят больше одной тонны. Их гигантские челюсти способны сделать самый сильный укус в мире. Крокодил наблюдает за своей добычей из укрытия. Выжидая удачный момент для нападения, он обладает способностью задерживать дыхание почти на час. Лёгкого движения хвостом ему достаточно, чтобы выскочить из воды. Он молниеносно хватает свою жертву и тащит её на дно, навстречу смерти. И укус – это только начало. Вцепившись в жертву, крокодил начинает вращаться, отрывая от неё куски, после чего ещё живую добычу он утягивает на дно. Малайский медведь или беруанг Этот ночной хищник, масса которого не превышает 65 килограмм, водится в лесах юго-востока Азии, от Индии до Борнео. Он отлично лазает по деревьям и вьёт на них себе гнёзда. При весе всего 65 килограммов и длине тела в полтора метра, малайский медведь является самым маленьким видом медведей в мире и самым свирепым, с самыми крупными зубами в пропорции к размеру тела. Этот маленький зверь является самым агрессивным медведем на планете и нападает на людей без всякого повода. Это очень милое млекопитающее, способно успешно защищаться даже от тигра. Медведь обладает очень мощными челюстями, с невероятной силой укуса, а их обоняние в тысячу раз превосходит человеческое. Беруанги ведут ночной образ жизни, питаясь фруктами, мелкими насекомыми и грызунами. К сожалению, этот великолепный хищник находится под угрозой исчезновения. Медоед или лысый барсук, как его еще называют, имеет репутацию самого бесстрашного и агрессивного животного в мире. Однако они не спешат ввязываться в драку и, если есть возможность, избегают ее. Нередко, когда они копают, к ним подкрадываются хищники, в таких случаях они нападают не раздумывая. Когда они напуганы, они бросаются на своих противников, поэтому у них в природе практически нет врагов. Их толстую кожу практически не берут ни клыки льва, ни ядовитые зубы змеи. Наряду с острыми зубами, медоед также имеет невероятно мощные челюсти. Это связано с тем, что медоед может съесть любую часть своей добычи, в том числе и кости. Челюсти также достаточно сильны, чтобы без проблем поедать черепах, включая их панцирь. Эти хищники семейства куньих могут есть самых различных животных, от лисиц до мелких крокодилов. Казуары. Это крупные птицы, обитающие в Австралии и в Новой Гвинее, которые не умеют летать. В мире существует всего два рода птиц, которые точно убивали людей, и казуары один из них. Это территориальные животные, поэтому они часто проявляют агрессию в ответ на вторжение или нападение. Перед атакой они принимают угрожающую позу, после чего бьют обеими лапами, на концах которых огромные когти. Эти птицы считаются крайне опасными, особенно в случае хранения или когда они загнаны в угол. Казуары имеют большое тело, покрытое черными перьями, синеватой кожей и красноватой шеей. Чувство слуха развито у них отлично, и они могут даже обнаружить звуки низкой частоты, поступающие из большого расстояния. Продолжительность жизни птиц в дикой природе составляет от 12 до 19 лет, а в неволе от 40 до 50 лет. Ласка. Ласки – это самые маленькие полтоядные животные в мире. Так же, как и малайский медведь, который является самым маленьким, но самым агрессивным медведем, ласки также являются одним из самых свирепых хищников. Весячая лишь несколько сот граммов и обладающая длиной тела в 20 сантиметров, невероятно агрессивная, размером с крупного хомяка ласка, способна убить дикого кролика, превосходящего ее по размеру в 5 раз. Из-за огромной разницы в размерах, крошечный зверек выглядит скорее как паразит, нежели хищник, когда он впивается в шею своей крупной жертвы и высасывает кровь из еремной вены. Ласки также легко могут убить любую маленькую птицу, амфибию или млекопитающие, с помощью укуса, способного раздробить их кости. Свою территорию от посторонних ласки защищают с такой же свирепостью и агрессивностью. На нашей планете живет огромное количество насекомых, которые сильно отличаются друг от друга, как размерами, так и поведением. Большинство из них безобидны, но есть такие, которые будут стараться вас укусить, если вы подойдете близко. Муравей-пуля Самый опасный муравей в мире. Он имеет довольно крупное тело, от 17 до 26 мм в длину, покрытое твердой оболочкой. Муравьи данного вида обитают во влажных тропических лесах Южной Америки, от Коста-Рики и Никарагуа до Венесуэлы, Бразилии, Перу и Прагвая. Если вы близко подойдете к колонии, вначале муравей попытается отпугнуть вас громким шипением, схожим со свистом и неприятнейшим запахом. Если такие методы не подействуют, муравей переходит к атаке. Укус муравья-пули по ощущениям сравнивают с огнестрельным ранением, причем боль будет длиться на протяжении суток и на минуты не уменьшаясь, и вызывая временный паралич укушенного места и почернение кожных покровов. Гигантский азиатский шершень. Его еще называют пчелой-тигром. Длина тела насекомого составляет 5 сантиметров, размах крыльев около 6 сантиметров, а вес достигает порой 200 грамм. Огромный размер насекомого и игрушечный вид умиляет наблюдателей, но не стоит недооценивать опасность. Природа подарила насекомое и огромным жалом, длина которого достигает 6 миллиметров и более. Соответственно, и доза впрыснутого яда будет намного больше, чем у обычных медоносных пчел. Шершень является агрессивным насекомым и встречаются случаи, когда он нападал первым. У него хорошо развитые челюсти, поэтому может не только ужалить, но и больно укусить. Распространен самый большой шершень в мире достаточно широко. Он встречается во всей Юго-Восточной Азии и доходит до Российского Приморья, где является достаточно обычным и многочисленным. Клещи. Это мелкие членостоногие животные из отряда паукообразных, которые живут на планете уже несколько миллионов лет. Клещи обитают практически во всех уголках мира, за исключением самых северных широт. Наземные клещи предпочитают повышенную влажность, поэтому чаще всего они живут поблизости воды, в кустах, мхах, норах животных или траве и опавшей листве. Собираясь в поход или просто отдохнуть на природе, в теплую весеннюю погоду, знайте, что запросто можете повстречаться с этим кровопийцей. Клещи питаются кровью, так что вы для них всего лишь источник пищи, и если это насекомое будет поблизости, то обязательно заберется на вас и укусит. Укус клеща безболезненный, но он может переносить опасные болезни, так что укушенному нужно обязательно обратиться к врачу. Слепни Многие знают, это неприятные насекомые. Летом в жаркую погоду они могут атаковать целой стаей, кусая и выпивая вашу кровь. Кто часто купается на озерах и прудах вдали от города, знают, что такое укус слепня. Эти насекомые распространены по всему земному шару, их нет только в Антарктиде. Своей наружностью и размером тельца, достигающим трех сантиметров, слепень напоминает большую муху. У насекомого имеется большая голова, приплюснутая брюшко и плотный хоботок с расположенными в нем твердыми и острыми колющими стилетами. Слепни представляют для человека большую опасность, в силу того, что являются переносчиками опасных болезней, поскольку питаются кровью грызунов, птиц и умерших животных. Немецкая оса. Одна из самых известных и распространенных видов оз, обитающих практически повсеместно. Длина тела этого насекомого, имеющего характерную для обычной осы форму и строение, достигает 12, 15, а иногда и 20 миллиметров. Традиционная окраска этого представителя семейства оз – ярко-желтые, с черными полосами и отметинами. Немецкая оса строит гнездо, которое имеет такое же строение, как и гнездо обыкновенной осы. Но строится оно не открыто, а в брошенных норах грызунов или других укрытиях в земле. Если приблизится к гнезду, то осы с большой вероятностью нападут на вас, а их укусы очень болезненные и неприятные. Африканизированные пчела. Самые агрессивные из всех жалящих насекомых. Эти насекомые появились в результате скрещивания дикой африканской и обыкновенной европейской медоносной. Так появились на свет африканизированные пчелы или пчелы-убийцы. Яд африканских пчел-убийц не сильно отличается от яда европейских представителей. Так почему же они такие опасные? Дело в том, что эти пчелы крайне агрессивные. Как говорят ученые, они в 30 раз агрессивнее своих собратьев. Если кто-то приблизится к их гнезду более чем на 5 метров, то пчелы начинают атаковать, причем делают это всем роем. Они преследуют свою жертву более 700 метров, поочередно кусая ее. Спастись в таком случае получается не у многих. Опасности при нападении подвергаются не только животные или человек. Африканизированные пчела нападают и на пасеки, уничтожая обычных пчел и заселяя ареалы их обитания. На этом все. Все эти животные бесстрашны и жестоки, и лучше не попадаться им на пути, если хотите остаться целым. Субтитры сделал DimaTorzok